Дорогие братья и сестры, здравствуйте. По благословению нашего Владыки мы в течение всего 2021 года вместе с вами читали Библию, участвуя в проекте «От Рождества Христова до Рождества». Мы перед собой поставили общую цель вместе прочитать Библию от начала до конца. И вот за прошедший период мы с вами освоили этот непростой труд, и мне хотелось бы в самом начале поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом совместном чтении. И вот чтобы не выпускать из рук это Божественное Слово, которое есть Меч Духовный, мы и предлагаем участникам нашей группы «Вместе читаем Библию» продолжить изучение Священного Писания и в следующем 2022 году. Больше того, вместо глубоких и важных книг Ветхого Завета, которые мы прочли, мы предложим вам изучение Божественной Литургии. Тексты и материалы таких авторов, как Священномученика Серафима Звездинского, Вениаминова Федченкова, а также Николая Васильевича Гоголя с его разъяснением Божественной Литургии, мы будем направлять вам ежедневно для того, чтобы, читая Евангелие, мы погружались в изучение Божественной Литургии, того самого главного и наиважнейшего таинства, которое совершается в Святой Православной Церкви, чем она и живет, чем она и укрепляет каждого из нас. Ну и всем тем, кто потрудился в этом году, изучая Священное Писание Библии, отдел религиозного образования и катехизации нашей Екатериндарской и Кубанской епархии направит каждому из вас диплом участника. Те же из вас, кто пожелает иметь именной диплом, мы попросим прислать вашу фамилию и имя отчества на адрес электронной почте нашего храма. И мы пришлем вам индивидуальный диплом тем, кто вместе читал или слушал вместе с нами Священное Писание. Ведь Господь сказал, блаженные слышащие Слово Божие, то есть не те, которые только читали, но и слушали, те присылаемые файлы, но наверняка для себя получили определенную пользу, мы тоже пришлем вам итоговые дипломы, чтобы вместе с нами читали и изучали Священную Библию. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом проекте, пригласить желающих продолжить изучение Писания и самое главное Божественной Литургии, чтобы, приходя в воскресенье в храм, мы не только участвовали, понимали, но и сердцем ощущали близость этого таинства, которое оставил нам сам Иисус Христос. Он совершил Первую Литургию, Он совершил Первую Евхаристию, и Он зовет нас причащаться святых христовых таинств словами «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как важно нам приходить, чтобы успокоить сердце, чтобы получить духовную силу на преодоление всех трудностей, которые выпадают на нашем жизненном пути, участвуя в воскресной и праздничной Божественной Литургии. Храни вас всех Христос, дорогие братья и сестры, с наступающим вас Рождеством Христовым, с новолетием, с 2022 годом, который пусть для каждого из нас будет лишь продолжением изучения священного текста Божественного Слова Господня. И в завершение хотелось бы напомнить вам еще слова из священной книги, которые мы читали с вами в течение всего года. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Давайте продолжим вместе с вами читать Божье Слово и в наступающем году, чтобы он действительно стал летом благости Господней. Мир всем вам, здоровья и помощи Божьей. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok